здравствуйте мы проводим сегодня вебинар перед отборочным туром олимпиады я профессионал по физике я виноградов станислав владелинович заместитель заведующего кафедры общей физики мфты и председатель жюри олимпиады по физике сегодня мы поговорим о структуре олимпиады о том зачем там проводятся отборочные и финальные туры и поскольку скоро начинается отборочный тур мы разберем несколько характерных задач из олимпиады прошлого года чтобы было понятно что вас ждет в этом году прежде всего о том почему два тура и роль отборочного тура проверку того насколько вы профессионалы ну вообще-то надо проверять да насколько вы хорошо знаете все разделы и насколько глубоко вы их знаете но это практически невозможно поэтому сначала мы проверяем насколько ваши знания широкие но при этом чтобы все это не затягивать мы проверяем это не глубоко да поэтому сначала на первом туре в этом и заключается роль отборочного тура мы проверяем практически не столько глубину ваших знаний сколько широту вашей эрудиции на этом туре вас ждет 10 задач по всем разделам физики их много до 10 задач много но зато задачи простые простые в том смысле что они в основном делаются в одно два действия если вы знаете что тут происходит в каждой задачи только один раздел физики не бывает так чтобы для решения задачи вам надо было знать там и оптику и термодинамику этому физику одновременно задачи как мы их называем с определенной моделью то есть не надо думать над тем что здесь происходит уже заранее понятно какие физические законы отвечают за получение ответа надо просто эти законы знать знать как их правильно применять и не сложными выкладками получить ответ при этом участников много задания проверяются автоматически поэтому ответ вы даете не символьном виде не виде формулы а виде числа в условии всегда указана точность которой вы должны это число привести при этом поскольку все расчеты естественно проводятся с некоторой погрешностью допускается отклонение на единицу в последней значении цифре скажем если вам сказано привести ответ ну в амперах с точностью до одной сотой ампера то во второй цифре после запятой можно ошибиться на единицу этот ответ все равно будет засчитан как правильный смысл второго то есть первого тура отборочного допустить до финального тура где уже задание проверяются серьезно комиссии где есть возможность апелляции ну только тех кого имеет смысл туда допускать прежде всего отборочный тур нужен вам самим вы должны для себя понять а стоит вам идти дальше или собственно это будет просто трата времени поэтому отборочный тур проводится дистанционно естественно хотя там достаточно много вариантов и скорее всего вашим знакомым достанутся другие варианты тем не менее конечно возможность проконсультироваться и там что-то списать у вас будет мы это понимаем поймите что это в общем смысла особого не имеет никаких наград за отборочный тур все равно не предусмотрено а если вы после консультации с кем-то попадете на финальный тур случайным образом то никакого смысла в этом нет вы просто там не решите ни одной задачи и потом зимой где-то в конце января феврале по моему будет уже финальный тур надеюсь что в этом году он уже будет не дистанционном а в обычном очном формате это уже серьезно вот там мы проверяем знания там обычно дается пять задач по пяти даже не по пяти разделам просто пять задач и это задачи уже измите паузу да и 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 Продолжение следует... Мы продолжаем. Небольшая случайно техническая пауза была. Так вот, в финальном туре все уже достаточно серьезно. Там сложные задачи в том смысле, что это задачи с неопределенной моделью и довольно часто включают в себя сразу несколько разделов физики. Это обычно описание какого-то физического эксперимента, его результатов, и изначально совсем непонятно, почему такие результаты получаются. Может быть, фотография результатов, может быть, полученный график, может быть, описание какого-то физической установки. И, скажем, в одном из прошлых годов было описание метода фокусировки частиц в ускорителях. И изначально было совсем непонятно, почему этот метод вообще работает. И не так уж много людей смогли это понять. И надо, соответственно, построить модель, то есть выбрать те физические законы, заранее совсем не очевидно, какие отвечают за это явление, которые объяснят то, что происходит, построить по ним математическую модель и ответить на вопросы. Те, кто справляется с этими задачами, ну да, те уже имеют право называться профессионалами, так как называется наша Олимпиада. По поводу финального тура, я думаю, мы отдельно поговорим еще перед финальным туром. А сегодня мы поговорим о том, что вас ждет в ближайшее время, когда начнется отборочный тур. Вы сейчас убедитесь, что это задачи действительно такие, которые способны решить, ну, я считаю, почти все, кто изучает физику. Давайте разберем примеры из прошлого года. Это первая задача из, ну, один из вариантов для бакалавриата. Численные данные в разных вариантах разные, а сам текст одинаковый. Пушка установлена на плоском склоне горы, образующем угол альфа 30 градусов с горизонтом. При выстреле вверх по склону снаряд падает на склон на расстоянии С1 от места выстрела. И в момент падения скорость снаряда перпендикулярна поверхности склона. Затем пушку перемещают на горизонтальную поверхность и производят второй выстрел с той же по величине начальной скорости и тем же по величине углом наклона пушки горизонтали. Это дальше сказано. На каком расстоянии С2 от места второго выстрела снаряд упадет на горизонтальную поверхность? Ускорение свободного падения предлагается 10 метров на секунду в квадрате. Силу сопротивления воздуха считайте пренебрежимо малой. Угол наклона ствола к поверхности, на которой производится выстрел, одинаково во всех случаях. И вот обратите внимание, указана точность, с которой вы должны привести ответ. Ответ приведите в метрах с точностью до одного метра. Давайте посмотрим, как задача решается. И сразу понятно, что решается она очень быстро для тех, кто понимает законы Ньютона. У нас первый случай, горка. Давайте ее нарисуем. Вот этот угол альфа 30 градусов. Пушка как-то выстрела вот так вот. И под 90 градусов упал снаряд на поверхность. Время, то есть можно выделить вот эту начальную скорость. Из нее можно выделить продольную скорость вдоль поверхности, на которой стоит пушка. И перпендикулярную скорость, перпендикулярно поверхности, на которой стоит пушка. Тогда за время полета, время полета вот оно, вертикальная скорость изменилась с положительного направления на отрицательное. Потому что в этом направлении воздействует постоянное ускорение. И поле потенциальное. Причем ускорение в этом направлении это ниже, а же косинус альфа. Поэтому, естественно, дельта В на А это то время, в течение которого летел снаряд. При этом снаряд летел в этом направлении со скоростью, которая тоже замедлялась линейно. Параллельная скорость от времени зависела вот таким вот образом. Ускорение уже было же синус альфа. И по условию задачи, раз снаряд упал под 90 градусов к поверхности, значит, в этот момент времени параллельная скорость была равна нулю. Перемещение снаряда это, естественно, интеграл, то есть площадь этого треугольника. То есть это как раз одна вторая начальной скорости и на время полета. Мы получаем вот эту формулу. Что будет, если теперь пушку поставить на горизонтальную поверхность? Время полета будет вот таким, потому что вертикальная составляющая ускорения уже будет равно V, G, извините. А горизонтальной скорость меняться не будет. Поэтому будет просто произведение горизонтальной скорости на время полета. И вот из сравнения этих двух формул видно соотношение между S1 и S2. Все, поскольку в задаче дана величина S1, вы умножаете ее на корень из трех, приводите к нужной точности, пишете ответ, вся задача. Это одна из самых простых задач, конечно. Остальные тоже простые, но не настолько элементарные. Тем не менее, бывают еще даже более элементарные задачи. Ну вот, собственно, это все, что я могу сказать. Характерный пример. Давайте посмотрим. Тоже задача по механике. Она чуть более сложна, потому что просто количество законов, которые требуется привлечь к получению ответа, несколько больше, чем в первой задаче. Хотя по-прежнему понятно, что задачи по механике, и понятно, какие законы здесь действуют. Однородный стержень массы M, стоящий на гладком горизонтальном полу, удерживают у гладкой вертикальной стенки. Слегка сместив нижний конец гладкий пола и гладкой стенки, означает, что нет трения, естественно, как обычно. Сместив нижний конец стержни перпендикулярной стенки и отпустив, его приводят в плоское движение. С какой по величине P силой стержень действует на пол в тот момент, когда скорость нижнего конца стержня достигает наибольшего значения? Ускорение свободного падения по-прежнему предлагается взять 10 метров на секунду в квадрате и ответ привести в ньютонах с точностью данного ньютона. Давайте разберемся, что здесь происходит. Вот у нас есть гладкая стенка, гладкий пол, и в какой-то момент времени я нарисую стержень, обозначим его длину за 2L, то есть расстояние от края стержня до положения центра масс это L. Работу здесь совершает только сила тяжести, поэтому если центр масс опустился вот на такую высоту, то работа сила тяжести, то есть Mg на эту высоту, это должна быть кинетическая энергия. Больше никуда, раз нет трения, то работа сила тяжести пошла только на кинетическую энергию. Но по теореме Кёнига кинетическая энергия складывается из движения центра масс и движения относительно центра масс. Скорость центра масс обозначим большой буквой V, у нее есть две компоненты Vx и Vy, и угловую скорость вращения стержня по отношению к центру масс обозначим за омега Z. Да, и тогда момент инерции стержня с учетом того, что его длина 2L, это известная вещь, 1 треть ML в квадрате. Если мы обозначим этот угол за альфа, угол между вертикалью и положением стержня, тогда поскольку скорость одного конца стержня, правого чисто вертикально, а левого чисто горизонтально, если я перейду в систему отчета, где покоится тот конец стержня, который двигается по вертикали, тогда по отношению к нему скорость центра масс направлена вот сюда, а горизонтальная составляющая центра масс, то есть полная скорость это будет омега Z на L, да, горизонтальная составляющая будет омега Z на L косинус альфа. Причем, поскольку скорость самого этого конца вертикальна, то вот эта величина это не просто скорость по отношению к правому концу, а это просто горизонтальная скорость центра масс. Аналогично находится и вертикальная скорость центра масс, если я перейду в систему отчета, связанную с нижним концом стержня. и если я использую тот факт, что V в квадрате это сумма квадратов двух компонентов, и вот эту связь момента инерции с массой и длиной стержня, то подставив этот все в закон сохранения энергии, я его приведу вот к такому виду. и дальше стандартные процедуры, если я продифференцирую левую и правую часть по времени и потом воспользуюсь соотношением, что альфа с точкой это омега z, я получу вот такую связь углового ускорения с углом альфа. Как видите, все пока достаточно стандартные процедуры, их просто надо знать, что они существуют и проделывать аккуратно. После этого надо сообразить вот что. значит, вот это у меня связь омеги и альфа, исходя из закона сохранения энергии. Я еще могу перейти в систему отсчета, связанную с центром стержня, и записать по отношению к ней условия того, что альфа с точкой есть момент, где альфа это момент импульса. Тогда n1 и n2 это силы реакции вертикальной и горизонтальной стенки. Вот здесь у меня будет n1, а вот это n2. слева у меня стоит производная момента импульса по времени, справа момент сил. Теперь вернемся к вопросу задачи. Я его напомню, он сформулирован несколько хитро. С какой по величине p силы стержень действует на пол в тот момент, когда скорость нижнего конца стержня достигает наибольшей величины? Вот тут надо сообразить, что скорость достигает наибольшей величины в момент отрыва правого конца от вертикальной стенки. До тех пор, пока отрыв не произошел, действует на стержень какая-то сила n1, которая естественно приводит к тому, что у вас ускоряется по горизонтали центр массы. и скорость растет. Перестает она расти, когда у вас происходит отрыв. Значит, надо переформулировать вопрос задачи, чтобы на него ответить. Надо найти силу реакции опоры в момент, когда n1 обращается в ноль, в момент отрыва правого конца от вертикальной стенки. В момент отрыва правого конца от вертикальной стенки, вот это слагаемое у меня обнуляется. Если я сравню то, что получилось с тем, что мы уже получили перед этим, то есть просто подставить эту величину сюда, у нас синус альфа сократится, и когда мы воспользуемся еще выражением для момента инерции, мы в результате после элементарных выкладок получаем, что в этот момент реакции опоры, то есть величина n2 есть просто 1 четверть mg, то есть 1 четверть веса стержня. Ну, я бы сказал, что это предельно сложная задача для отборочного тура, сложнее мы стараемся не допускать, потому что здесь уже видите, получается не одно действие, а там 3 или даже 4, но тем не менее никаких больших выкладок, как видите, здесь нет, все достаточно просто, и речь идет о механике, о том разделе, который все знают хорошо, поэтому в данном случае это еще допустимо. я сегодня рассказал об этой задаче именно как о характерном примере предельно сложных задач, сложнее уже не будет. Посмотрим другие задачки, которые были в прошлом году, на другие разделы физики. Пауза. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем и переходим к следующей задаче. Задача на термодинамику. Она достаточно стандартна и ничего кроме знания самых основных законов не требует. В некотором процессе прижатие дух атомного идеального газа малярная теплоемкость изменяется с ростом давления вот по такому закону, который здесь виден. 2,5R плюс R на 2P в квадрате на P0 в квадрате. Где P0 давление газа в начальном состоянии. Во сколько раз увеличится давление газа в этом процессе при уменьшении объема в N раз. Ответ приведите с точностью до 1,1. Ответ естественно безразмерное число. Давайте разберемся, что здесь происходит. нам надо для этого процесса получить формулу, которая бы связала давление и объем. Вот эту связь надо как-то включить известную нам формулу зависимости теплоемкости в процесс этого процесса от давления. Мы с вами знаем давайте по определению у нас теплоемкость то есть это CDT соответственно изменение внутренней энергии плюс PDV если мы поделим на ДТ обе части то мы получим что теплоемкость в любом процессе это есть CV то есть ДУ по ДТ для идеального газа это просто CV плюс я напишу так поделить здесь должен быть ДВ по ДТ процесс я напишу как ДТ по ДВ и если мы посмотрим чему равен знаменатель того что у нас здесь получилось вспомним уравнение состояния идеального газа PV равно RT продифференцировав это уравнение и поделив друг на друга левой и правой части мы получим известное соотношение ДП к П плюс ДВ к В равно ДТ к Т она надо получить напоминаю ДТ по ДВ отсюда я умножаю обе части на температуру делю на ДВ получаю значит что ДП УДВ ТК П плюс ТК В равно перенесем равно то так значит я умножил температуру ДТ по ДВ то есть как раз то что мне надо получить в знаменателе вместо того что у меня написано в знаменателе я подставлю вот эту величину если опять воспользуюсь уравнением состояния для того чтобы расписать отношения ТК П путем пары простых арифметических действий я получу тот знаменатель который написан в этом выражении R числитель то есть простыми соотношениями следующими из уравнения состояния идеального газа и определения теплоемкости мы с вами получаем вот исходную формулу для дальнейших рассуждений обратим внимание что 5 вторых R это как раз есть CV для идеального газа поэтому вот эти слагаемые сокращаются мы получаем наконец то дифференциальное уравнение которое нас и интересовало оно связывает объем и давление переменные в этом уравнении легко разделяются и само уравнение легко интегрируется мы получаем ответ который связывает отношения давлений CV к нулевому и отношения объемов V к V нулевому а именно это у нас и спрашивалось в качестве N мы подставляем то что у нас здесь получается N в квадрате и получаем легко ответ нулевому нулевому я бы сказал для отборочного тура задача на пределе сложности но тем не менее такие тоже встречаются как видите с самого начала понятно что делать надо просто обладать достаточной техникой чтобы это проделать понятно что речь пойдет об определении теплоемкости понятно что раз газ идеальный где-то выплывет уравнение состояния которое надо использовать для того чтобы привести ту зависимость теплоемкости от давления которое нам дана в задаче к связи давления и объема но все это на мой взгляд вполне преодолимо если у вас есть минимальная математическая техника и понимание вот этих простых физических законов перейдем к другим задачкам следующий раздел физики это электричество вблизи центра квадратные однородно заряженные пластины удерживается ряженный шарик туда вот есть пластина она заряженная в центре удерживает шарик заряды пластины и шарика одного знака шарик отпускает и оказывается что на большом расстоянии от пластины шарик движется со скорости v1 с какой по величине скорости v2 будет двигаться шарик на большом расстоянии от пластины при переносе точки старта в малую окрестность любой вершины квадрата то есть если шарик теперь стартует не с центра квадрата а вот отсюда от вершины масса шарика мала по сравнению с массой пластины пластину можно считать покоящейся ответ приведите с точностью до 1 десятый метр в секунду в квадрате естественно в параметрах дан заряд пластины и масса шарика кажется что задача требует какого-то сложного ну начнем сначала понятно что у вас здесь закон сохранения энергии то есть кинетическая энергия шарика после того как он летел на бесконечность и эта пластина выглядит как точный заряд не важно даже как точный или как что это есть просто потенциал потенциал в той точке откуда произошел старт потому что потенциал на бесконечности равен нулю да и соответственно задача сводится к тому что мы должны посмотреть во сколько раз отличаются потенциалы в точках 1 и 2 да поскольку нам дана скорость v1 то отношение квадратов скоростей как раз и будет отношением потенциалов в точке 1 и 2 и вот тут кажется что нам придется как-то сложно интегрировать то есть честно искать потенциал в точке 1 интегрируя поле там по какой-то траектории от точки 1 до бесконечности потом честно искать потенциал в точке 2 но оказывается на самом деле если вы знаете что такое размерный анализ здесь это совсем не требуется достаточно очень простых рассуждений чтобы решить эту задачу вот смотрите потенциал в центре квадратной пластины то есть квадратную пластину можно разбить на множество мелких квадратиков в пределе эти суммы переходят в интегралы нам по физическому смыслу это не важно я на много мелких квадратиков разбил да и тогда потенциал в центре пластины будет просто суммой вкладов от всех этих маленьких квадратиков x плюс y в квадрате это расстояние от данного квадратика до центра да а сигма поверхностный заряд сигма на площадь квадратика это его заряд вот я просто сложил здесь для центральной точки вклады от всех маленьких квадратиков нашел суммарный потенциал результат здесь записан в c с 4 пепсу нулевой я могу перейти к безразмерным переменным если я подставлю вот эти x-волной и y-волной в исходную формулу соответственно дельта x и дельта y тоже будут дельта x на а и дельта y на а то я учитывая то что а в квадрате это площадь всей пластины получил что потенциал в центре пропорционален первой степени от размера квадрата от страны квадрат s здесь это не площадь а некоторая величина которую можно не считать поскольку она от размера квадрата уже не зависит все что мне нужно из такого простого рассуждения это тот факт что потенциал в центре квадрата пропорционален размеру квадрата и для того чтобы это сделать сам потенциал считать необязательно после этого все становится совсем просто потому что потенциал в этой точке в центре можно представить как сумму четырех потенциалов на краю для квадратов в два раза меньшего размера то есть потенциал в центре он с одной если это 2а он с одной стороны есть вот такая величина а с другой стороны это одна четверть от потенциала на краю от квадрата со стороной а и теперь мы знаем связь потенциала вершине любого квадрата с потенциалом в центре любого квадрата значит потенциал у нас уменьшился в два раза и считать их для этого совсем не обязательно а раз он уменьшился в два раза то скорость уменьшилась в корень из двух раз остается только ту величину которая дана задачи поделить на корень из двух с достаточной точностью и вы получите тот ответ который требуется вот здесь смотрите совсем простые рассуждения которые требуются для решения задачи компенсируются тем что надо конечно догадаться что сам потенциал читать не обязательно а достаточно получить из очень элементарных соображений вот такую связь ну и давайте посмотрим другие задачки я привел то есть я решил разобрать эту задачу сегодня потому что в ней есть некоторая шутка иногда мы такое допускаем ну чтобы не было скучно в чем шутка мы сейчас разберемся на рисунке условие такое на рисунке показана схема моста переменного тока сопротивление постоянного резистора R1 сопротивление устечки конденсатора тоже дано емкость конденсатора дана условия дано и сопротивление R2 известно что на частоте переменного синусоидального напряжения полукилогерца баланс моста наступает при сопротивлении переменного резистора R2 оказалось что при уменьшении частоты переменного тока в Н раз баланс моста не нарушается чему равно активное сопротивление катушки RL ответ приведите в Си с точностью до 1 десятой ома на первый взгляд кажется что задача надо писать какую-то систему уравнений где у вас две разных частоты что-то из этой системы решать так вот довольно быстро оказывается что это не так давайте напомним условия балансировки моста ну все знают условия балансировки моста переменного тока да есть там 4 сопротивления то здесь R1 R2 R3 R4 значит надо чтобы произведение R1 на R4 равнялось R2 на R3 получается это в одно действие если будут вопросы не подскажут я покажу как это делается но я думаю все умеют это получать для моста переменного тока естественно условие то же самое только сопротивление заменяется на импедансы Z1 Z4 равно Z2 Z3 значит у нас в нашей задаче Z1 и Z4 это просто R1 и R2 да поэтому это просто R1 и R2 разберемся вот с этим значит у нас здесь катушка и здесь конденсатор сопротивлению утечки то есть это конденсатор параллельно которому подсоединено довольно большое сопротивление 1 мегаолм Z1 для катушки это просто и омега L плюс RL активное сопротивление катушки а вот для конденсатора давайте напишем здесь значит ZC это просто единица на и омега С это вы должны знать а поскольку у нас здесь параллельно подсоединен еще сопротивление то у нас единица на Z4 это есть единица на ZC то есть это есть и омега С плюс единица на R на сопротивление утечки если я вот эту формулу перепишу в виде Z1 равно R1 R2 я сразу заменил это произведение поделить на Z4 а единицу на Z4 возьму отсюда то я получу довольно простое соотношение вот смотрите и омега L плюс RL равно R1 R2 то есть какой-то множитель а здесь будет и омега С плюс единица на RC для того чтобы равнялись друг другу два комплексных числа должны по отдельности равняться друг другу действительные и мнимые части это очевидно поэтому из условия того что равны действительные части да я сразу получаю ответ RL это есть R1 R2 поделить на RC более того из того что у меня равны мнимые части я сразу получаю еще и хотя это не спрашивается но я могу найти индуктивность потому что она и омега у меня все сокращается я получу что величина индуктивности катушки есть есть просто R1 R2 нации и и как видите вот это условие то что при уменьшении частоты баланс моста не нарушается мы не использовали вообще нигде это это есть шутка это лишнее совершенно условие на самом деле вот отсюда понятно что если нам удалось добиться баланса моста при какой-то частоте то при любом изменении частоты баланс моста уже не нарушится и то что он не нарушится при изменении моста в н раз уже очевидно поэтому если вас не поставило в тупик лишнее условие то есть если ваши знания достаточно уверены и вы не испугались того факта что что-то использовать не нужно то вы получили ответ задачи весьма простыми рассуждениями ну и собственно и все и стали победителем отборочного тура давайте посмотрим что у нас еще предусмотрено на сегодня я уже сказал что есть темы по всем разделам это предел пример задачи по оптике плоская плоская длиннофокусная линза изготовлена из прозрачного диэлектрика в форме диска радиусом r и толщиной h показатель преломления диэлектрика изменяется по параболическому закону от значения n равное полтора в центре до значения 1,3 на его краю найдите фокусное расстояние этой линзы естественно в каждом варианте даны численные значения для r и h они во всех вариантах разные ответ приведите в сантиметрах с точностью до 1,1 сантиметра с указанием знака f для рассеивающей линзы минус для собирающей плюс ну вот эта задача реально простая если вы знаете что такое принцип аутохронизма достаточно знать ключевую вещь из оптики давайте нарисуем вот этот диск да у него толщина h радиус r параллельный пучок света сходится где-то в фокусе аутохронизма аутохронизма оптическая длина пути лучей лучей 1 и 2 должна быть одинакова и это как раз очевидно силу симметрии но еще должна быть такой же и оптическая длина пути для луча который идет по центру поэтому важно как раз рассмотреть не лучи 1 и 2 то что у них длины одинаковые это очевидно а лучи 1 и 3 есть места где у них разные оптические длины путей да это внутри диска там у них разница хода это разница коэффициентов преломления на тех участках где они проходят на толщину этого диска если отсюда отнять разницу между гипотенузой и большим катетом вот этого треугольника здесь уже лучи идут по воздуху но по разной длине давайте обозначим за альфа то должно получится ноль нам дана разница 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 коэффициентов преломления для центра и для края пучка вот она 1 и 3 и в центре полтора то есть то есть здесь мы получаем вот это 0,2 на ту толщину диска которая дана в задаче рассмотрим рассмотрим вот это у нас косинус поскольку у нас f много больше чем r это потом легко в этом убедиться когда вы получите ответ то косинус угла у вас есть примерно единица минус альфа в квадрате пополам а сам альфа у вас достаточно высокой точностью есть просто r f если вы вот этот косинус подставите сюда учтете то что это маленькая величина да здесь вы получите просто r в квадрате на 2 f да и в итоге для определения фокусного расстояния вы просто получаете уравнение r в квадрате на 2 f есть delta n на h да ну отсюда значит вы просто получаете что фокусное расстояние это есть r в квадрате на 2 delta n h если у вас как в условии здесь вот для бакалавриата в центре больше чем на краю да тогда здесь оптическая длина больше чем вот здесь на краю это компенсируется вот этим вот кусочком поэтому у вас f получается больше нуля если же условия наоборот варианте для магистратуры там было n в центре меньше чем n на краях да тогда у вас эта линза оказывается рассеивающей и рассуждения точно такие же да у вас соответственно меньшая длина оптического оптическая длина пути по центру компенсировалась вот соответственно вот этими кусочками ну как видите да дальше отсюда надо было получить и убедиться вот в этом условии то есть то что мы имели право заменять углы на их тангенс ну и больше здесь нет ничего то есть как видите все что надо знать для решения этой задачи это тот факт что вам не нужна сама линза а достаточно просто чтобы оптическая длина пути с краю была меньше чем оптическая длина пути по центру чего можно добиться не только изменением толщины стекла но и изменением коэценто преломления по радиусу по условиям задачи он параболический то есть как раз как видите зависимость от r в квадрате это то что нужно для того чтобы и другие лучи которые прошли где-то в промежутке тоже попали сюда на мой взгляд вполне характерная задача для отборочного тура ну и давайте разберем последнюю задачу возможно там будут вопросы та пауза небольшая в acknowledgement и в том что то на мой взгляд давайте почему что в этом я было все это как сказать это Продолжение следует... 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 Поэтому за счет эффекта Доплера длина волны, если он движется навстречу, то уменьшается, частота растет. При этом отношение дельта лямбда к лямбда это есть в скорости света С. Значит, с помощью нашей решетки надо замечать такие изменения длины волны дельта лямбда. Настолько маленькие, чтобы дельта лямбда к лямбда оказалось больше. Те дельта лямбда, которые обнаруживает решетка, должны быть меньше, чем в ЭКС. Тогда то, что получится, мы обнаружим. Это означает, что разрешающая способность решетки, которая по определению есть лямбда к дельта лямбда, должна быть больше, либо равна С к В. или по-другому, ту скорость, которую вы можете заметить с помощью этой решетки, получается больше, либо равна скорость света делить на разрешающую способность нашей решетки. Значит, для того, чтобы определить ту скорость источника, про которую у нас спрашивается в задаче, нам надо определить максимально возможную разрешающую способность нашей решетки для данного типа источника, с учетом того, что он еще и протяженный. Что мы знаем про разрешающую способность решетки? Известная формула, сейчас мы ее вводить не будем, она должна быть у всех в памяти, это есть максимальный порядок интерференции лучей, осенних лучей этой решетки на количество интерферирующих лучей. Максимальный порядок интерференции для двух щелей, которые расположены на расстоянии D друг от друга, это просто D поделить на длину волны. Соответственно, для разрешающей способности мы с вами получаем такое выражение, значит, ND. Поделить на длину волны. Если все, решетка это множество щелей, да, если свет потом от всех щелей может интерферировать, то вот это ND, это и есть просто длина решетки. Все лучи интерферируют, расстояние между щелями D, количество щелей N, ND, длина решетки, и тогда мы, значит, с вами получаем, что разрешающая способность, это и есть просто длина решетки делить на ленту. Но у нас источник протяженный, да, вот у нас есть источник, решетка. Если источник протяженный, то интерферировать могут лучи не на любом расстоянии друг от друга, а только на том расстоянии L, который меньше радиуса пространственной когерентности, который есть длина волны, поделить на угловой размер источника. Поэтому разрешающая способность решетки может оказаться либо длина решетки поделить на длину волны, либо радиус пространственной когерентности поделить на длину волны, в зависимости от того, что меньше. Если меньше, то есть минимум из этих вещей. И вот теперь все. У вас в задаче дана и длина решетки, и длина волны, и радиус пространственной когерентности. Первым делом вам надо сравнить радиус пространственной когерентности с длиной решетки, выбрать, по какой формуле вы будете считать разрешающую способность. Варианты для бакалавриата и для магистратуры это как раз были разные случаи. Для бакалавриата надо было брать длину решетки, а для магистратуры радиус когерентности. После этого, как только вы знаете разрешающую способность, вы сразу отвечаете на вопрос задачи. Как видите, считать или длинные формулы писать здесь не надо совсем, но надо хорошо понимать, что происходит. Надо понимать ограничения на разрешающую способность решетки, которые вам дают как ее размеры, так и характеристики источника. Если вы это понимаете, здесь делать вообще нечего. Ответ практически устный получается. Можно получить устно. На этом это все задачи. Мы разобрали все характерные приемы, которые потребуются вам для отборочного тура. Ничего более сложного здесь не понадобится. Хотя в некоторых случаях придется немножко поднапрячься. Иногда математика бывает не совсем тривиальной. Хотя мы стараемся этого избегать, просто не всегда получается. Ресурсы для подготовки об этом часто спрашивают. Это в основном ваши стандартные учебники, по которым вы и так учитесь в своем ВУЗе. Если их в этом списке нет, не огорчайтесь, любые учебники подойдут. Мы никогда не выходим за рамки стандартного курса физики. Никаких редких разделов у нас в отборочном туре не бывает. Да и в итоге финальном тоже не бывает. Здесь приведены книги, которые нам нравятся. Кроме того, обращаю ваше внимание на видеоконсультации на YouTube-канале, на котором вы сейчас это смотрите. Там есть и другие ролики за прошлые годы. Они тоже полезны и тоже разбирают приемы и отборочного финального туров. На этом спасибо за внимание и желаю вам успеха на нашей Олимпиаде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...